Старт автопробега «Молодежь за безопасность» был дан сегодня на стадионе средней школы номер 9, учащиеся которой и стали участниками большого красочного действа. Специально для ребят спасатели, милиционеры, представителей объединения «Освод», специалисты отдела по делам молодежи облсполкома подготовили красочную программу с играми, конкурсами, викторинами. Посещая детские дома, мы проводим игры, конкурсы, различные викторины. Потому что ребенок, играя, получает информацию гораздо проще и доступнее, она ему откладывается в его сознание. Тем самым мы, конечно же, дарим подарки, дарим улыбки, хорошее настроение. Наш автопробег преследует различные цели. Во-первых, это имиджевый проект такой, чтобы привлечь внимание и населения, и городов к проблеме детского травматизма, именно к вопросам безопасности жизнедеятельности, потому что сейчас начинается летний период скоро. Научить ребят безопасному поведению, а также привить им навыки здорового образа жизни – главная задача, которую преследуют организаторы. Сегодня у мальчиков и девочек есть много возможностей для занятий спортом, и этим нужно пользоваться, уверены специалисты физкультурно-спортивного общества «Динамо», которое в эти дни отмечает свое 95-летие. Четыре отделения детско-спортивной школы, которые ждут с нетерпением наших молодых спортсменов, наших молодых ребят, которые готовы тренироваться, готовы выступать за общество «Динамо», но и прекрасно то, что в день рождения этого общества у нас только много детей. Пробег почти в тысячу километров. Отдельные участники марафона поедут на ретро-автомобилях. Автомобиль с 1978 года выпуска. Действительно, состояние его хорошее. За ним, ну, как сказать, наблюдают, ухаживают. Моя форма этих же времен. Можно сказать, что Степан Сипанов, который милиционер у нас на службе в УД Брест-полкома, это образ этого милиционера, который добрый, светлый, рассказывает детям. И вот именно сейчас с этим автомобилем мы поедем в этот ретро-пробег. Наша организация впервые участвует в таком проекте. Вот в этом году мы хотим попробовать. Я думаю, что и в будущем будем как-то стараться участвовать во всех таких проектах, где молодежь обучается безопасности, где можно рассказать о нашей также работе. В рамках автопробега запланирована специальная программа в 10 детских домах и интернатах. Пройдут профессионально направленные тематические викторины для молодежи, конкурсы, спортивные мероприятия, победителям которых вручат призы. Путешествие обещает быть захватывающим и интересным.